У людей, которые практикуют медитацию и занимаются тем же самым рейки, у них размер яйца тела может 10 метров или более. Многие полагают, что аура человека, его биополе и энергия – это некий ореол вокруг энергетического тела, то есть некоторый абрес, светящийся контур. Однако это совсем не так, если это вне фокуса. Это именно восприятие целостного тела и всех пяти слоев. Эти слои, наслоение и деменция, каждый слой имеет свою тему. Значит, наши глаза, вследствие воспитания, которые привели в заходе на низких частотах, и эти низкие вибрации – это грубые предметы, это наше физическое тело и карандаш для гул. И однако наш зритель аппарат способен воспринимать не только грубые вибрации, но и более высокие. То есть человек может легко видеть все тонкие тела, все тела, которые приводятся там по этому. Люди видят эти тонкие вибрации только потому, что в детстве их этому попросту не научили. То есть не было учителя, на самом деле в школу не отдали, и это просто нужна лишь практика. И чем практичнее эта практика, тем легче эта энергия. Говоря языком запахов – это пионы, и всему, что есть на нашей планете не только. Чем выше внутренняя вибрация, тем предмет более наблюдательный, наблюдаемый, простите. И можно видеть эти самые низкие вибрации на Земле, обладающие камнем, минералом, СНТ и очень южные энергетические слои. Условно говоря, тело камня имеет низкую светильность, светильник висит. И после минералов более высокая вибрация растений и грибов, которых полно. И мой опыт в восприятии этих информационных зон случился при объятии с деревом. И перед выходом в колледж я сделал энергетическую практику и вышел на улицу, вздохнул. Мой взгляд упал на дерево. И, по-моему, это была липа. Сейчас не помню, дуа ли. Может быть, дуа липа. И она перестала быть привычной липой. И ощущение было, что это липовый диалог. И просто какая-то яркая вспышка разума. Дерево начало осветиться. Как только оно осветилось, это было самым потрясающим опытом в моей жизни. Это зрелище. Чуть ли не аурора буреалес. И бурение. Буряти. И идут насекомые. Медведки. Затем животные. Муравьи. Их светимость еще ярче, потому что есть фосфор. Надо подкармливать им деревья плодовые. Светимость нашего тела наиболее интенсивная. Я дал тебе сжатое объяснение тому, что такое аура. То есть это никакая не магия, это никакой не мистический опыт, это восприятие энергии, которая не является сверхспособностью. Эта функция заложенная в нашем теле, не работающая только потому, что люди ей попросту не пользуются. Банальный пример. Есть худой человек, есть бодибилдер, качок. Большой, да, с мышцами. Таскает мешки. В чем между ними разница? Давай. Очень просто. Один тренирует мышцы, а другой нет. И поэтому один тощий, другой накачанный, с восприятием энергии, дело обстоит ровно так же. Теперь переходим к этим практикам и осваиваем технику ведения ауры. Водневной свет для этого лучше, потому что наиболее оптимальный. Если вы смотрите ролик в темное время суток, то можно сделать искусственное дыхание ему. При этом освещении. Тогда потребуется более светлый фон. Отключите весь свет, который только найдете. И делайте практику на фоне потолка. Потолок, как правило, серый. Или яичного цвета. Глаза не должны быть напряжены. И теперь перехожу к объяснению. Пояснение и поясница. Чтобы оптимальные условия дня, сутки. Какое время вы тяните руку перед собой, перед зеркалом на расстоянии примерно 30-40 см. И поймите, что в этот момент это 25 см. Секунд 10 смотрите налево или на центр ладони. И определяйте по линиям судьбу. Во время смотрения старайтесь, чтобы ваши глаза были максимально скошены. Смотрите на ладошку долго. И здесь у вас будет окно. Вот это другое замерение. На фоне нарастания этой биомассы. Сначала смотрите на центр этой ладошки. Вы можете смотреть на букву М. Что это может значить? После чего представьтесь, что вы представляетесь. Фио. Свою фамилию и имя отчество. И на этой волне заполняете анкету и бумаги все ценные. И отправляете их почты лучшим друзьям копией. Что-то как бы сквозь ладонь. G документы. Точка G. И взгляд мысленный проходит сквозь. Мимо, мимо. Попадание прям в яблочко. Так можно и купить. За 40-50 секунд я тебе даю слезу.